Новая система особливо засекавила молодых пассажиров. И они ж любят все существенные технологии. Делится первым опытом працы у неазвышенным по курт для Гомеля формате кондуктор Валентина Выступова. Жанчина худко освоила тонкости новой формы оплаты. Бо проверка виртуальных билетов ожидаяется так само с допомогой QR-кода. Спрашивает что-то как. Я говорю, сначала скачиваем приложение оплаты с Play Market, регистрируемся, как в обычном аккаунте все. Многие сидят прямо едут и скачивают. Как корыстаться сервисом, перш на перш треба усталевать додаток оплаты на смартфон и пополнить электронный кошелек с карты любого банка. Затым при проезде у автобусе навести смартфон на один из размешанных у салоне QR-кодов и одним натиском оплатить проезд. Такие технологии важны тем, кто ежедневно пользуется мобильными телефонами, те, кто хотят как-то отличаться от других, наверное, и оплачивать уже современными методами. Но в то же время у нас на сегодняшний день любой другой пассажир позволит себе оплатить проезд удобным ему способом, в том числе и наличными деньгами. Экосистема Бел Инвестбанка оплаты – альтернатива карткам. Цекава, что с допомогой додатку можно не только оплачивать проезд у громадским транспорте. Это усяго только крок у развития нового уникального сервису. В первую очередь, это возможность дать клиенту рассчитаться QR-кодами в тех предприятиях торговли и сервиса, которые поддерживают принятие платежей по данной технологии. Додаток о плате распознает код на отлеглости до двух метров. Вы видите, что в автобусе нет никаких специальных устройств, нет ни валидаторов, ни компостеров, ни еще там чего-то. Все построено на том, что мы применяем смартфоны пассажиров. В автобусе есть только вот такие наклейки, и наклейка есть такая же бэджик у кондуктора. Этого достаточно для того, чтобы купить билет, оплатить проезд и проверить его. Гомель други после Минска город по колькости перевозок пассажиру громадским транспортом. Что день, это каля 280 тысяч человек. Тому новый сервис без сомнений будет запотребованным. По куль, по QR-кодах можно оплачивать проезд у двух автобусах. И они будут съездить по разных маршрутах, чтобы познакомиться, как много больше Гомельшан с новой послугой. Затым технология оплаты и проверки появится во всех автобусах.